Пешеходный переход напротив торгово-развлекательного центра Кируэн-Сити перенесен на 150 метров дальше прежнего места. Теперь перейти дорогу в этом районе можно на пересечении улиц Маметова, Сеитова, Азнаурыз. Все через кассу, да. Ответственно заявили члены постоянной комиссии по обеспечению законности на ЖД-транспорте. С представителями СМИ сегодня поделились итогами ее работы в летний период. Было сделано обращение ко всем учителям Активинской области. Я не беру подарки. Под таким лозунгом в канун Дня Учителя в Актобе стартовала антикоррупционная акция. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Пешеходный переход напротив ТРЦ Кируэн-Сити перенесен на 150 метров от прежнего места. Теперь перейти дорогу в этом районе можно на пересечении улиц Маметова, Сеитова, Азнаурыз, где установлены светофоры. По информации городских властей, это сделано для безопасного передвижения пешеходов. Еще накануне разметка пешеходного перехода находилась напротив торгово-развлекательного центра Кируэн-Сити. Правда, в последнее время, переходя проезжую часть, пешеходы утыкались прямо в недавно установленный вдоль дороги забор. Активинцы негодовали и даже выкладывали фотографии с возмущениями в социальной сети. Сегодня от разметки остались разве что следы. Этой ночью ее удалили. Но люди все равно по привычке переходили дорогу в прежнем месте, чем вызывали недовольство водителей. Пешеходный переход перенесли на 150 метров. Отныне он расположен на пересечении улиц Маметова, Сеитова, Азнаурыз у нового моста. Здесь работают светофоры и в целом, как считают ответственные чиновники, так намного безопаснее. К слову, некоторые горожане нововведения поддерживают, но есть и те, кто считает, что добираться до торгово-развлекательного центра теперь стало дольше. Вчера женщины мучились, здесь перелазили. А как проходить им туда-сюда потом? Тут ближайших нет пешеходов, ни там, ни тут. Ну как, по-моему, тут люди ходят постоянно сюда в мегу. Пешеход куда бы ходить, с детьми тем более. Тут далеко же пешеходный переход. Лучше подземный сделали, как в Алма-Ате, в других городах. А что тут? Люди туда, много людей сюда ходят. Мне кажется, намного безопаснее по светофору, чем по сравнению с здесь. Три полосы, не видно человеку будет, автобус стоит, проезжает. Мне кажется, намного безопаснее по ходить по светофору будет. По расстоянию, почему-то не проповеляться по парку, ничего такого не вижу. Вроде недалеко, в принципе. Зато безопасно. По информации городских властей, согласно проекту, пешеходные переходы определены на участках Маметово, Сеитово, Азнаурыз и Маметово-Шайкеново. Расстояние от временного, демонтированного перехода до Сеитово 150 метров и до Шайкеново 300 метров. Учитывая среднюю скорость человека 5 км в час, преодоление этой дистанции займет от 1 до 4 минут, которые, по словам представителей отдела автодорог, не стоят человеческого здоровья и жизни. Безопасность прежде всего. В любом случае, переносить переходы обратно никто не собирается, так что придется привыкать. Асиль Кинжалина, Мерлана Манжуолов, программа «Факт». Члены специальной комиссии, созданные из представителей контролирующих органов для соблюдения законности, на железнодорожном транспорте сегодня доложили о результатах своей работы. Под пристальным вниманием этим летом оказались в первую очередь перекупщики проездных билетов и нелегальные пассажиры. Этим летом волна недовольства по поводу левых билетов прокатилась по многим городам республики. В Караганде Атырау Актау доходный бизнес процветал буйным цветом. Об этом сообщалось в СМИ и на всевозможных интернет-ресурсах. Эхо докатилось и до Актубе. Рейд был проведен в поездах разного направления. Актубе Атарау, Актубе Алматы, Актубе Астана. В каждом поезде выявлены нарушения. Безбилетники. При этом проводники и посредники могли свободно обеспечить гарантированный и беспрепятственный проезд до любого места назначения. Сотрудники нашего ведомства проводили тайный закуп и спокойно покупали билеты. После того, как проблема зайцев и толкачей была озвучена официально, последовало поручение Акима области навести порядок. К работе по выявлению незаконных фактов продажи билетов и проезда пассажиров были привлечены сотрудники транспортной прокуратуры, ЛОВД, санитарных врачей, инспекторы транспортного контроля и представители службы пассажирских перевозок. На сегодняшний день ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны транспортной прокуратуры и нашими работниками данных фактов не выявлено. Перепродажи проездных билетов на вокзале. Все через кассу? Все через кассу, да. А вот безбилетники по пути следования все же попадались. Грешат этим сердобольные проводники, которые без лишней скромности берут на борт очаровательных зайчишек за хорошие деньги. В итоге инспекторами транспортного контроля был выявлен провоз 129 человек без посадочных талонов. Рассмотрено 97 административных дел с нарушителей взысканы штрафы в сумме почти 3 миллиона тенге. Для урегулирования вопроса дефицита билетов также был принят ряд мер. Июнь, июль, август, значит, было дополнительно включены порядка 937 пассажирских вагонов, отправлено 421 217 пассажиров. Очень большую работу также провели по групповым заявкам, что составляет на сегодняшний день 300 заявок на 16 500 мест. Кроме того, за время работы комиссии были выявлены факты незаконного провоза багажа. Основными направлениями, где происходят подобного рода нарушения, остаются Южная, Алматы, Ташкент, Казаларда и Западная, Уральск, Мангостау, Атырау, Актау. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Я не беру подарки. Под таким лозунгом в канун Дня Учителя в АКТУБ стартовала антикоррупционная акция. Ее организовали сотрудники Департамента агентства по делам госслужбы и местные педагоги. По условиям акции, учителя должны отказываться от любого материального выражения благодарности родителей и учеников. Как рассказали борцы с коррупцией, делать подарки учителям – противозаконно. Подобные статьи прописаны как в административном, так и в уголовном кодексе. Но, несмотря на строгие запреты, подарки учителям до сих пор остаются традицией в актюбинских школах. Но если раньше нашим любимым наставникам дарили цветы и книги, то сейчас аппетиты некоторых педагогов выросли до специальных подарочных банковских счетов. Департаментом агентства республики основ по делам госслужбы и противодействия коррупции по активному совместному управлению образования в актюбинской области запускается проект «Я не беру подарки». Акция, запускается акция «Я не беру подарки». Данное 27 сентября текущего года в рамках конференции по образованию было сделано обращение ко всем учителям активного области, чтобы поддержать этот проект. И данный проект получил свою поддержку в лице учителей школ активного области. А горожане ничего зазорного в небольших свидетельствах уважения и благодарности к учителям не видят. Подарки учителям делали практически все, но все по-своему. По-боже пусть не будет, а подарки отметить букетиком неплохо. Приятно. А сегодня вот вам бывшие ученики как-то поздравляют с Днем Ученика? А как же, поздравляю. Да, спасибо. Поздравляют, конечно. И какие подарки в основном дарят? Цветы в основном. Цветы в основном. Какую-нибудь книгу дарили им. Ну а как вы относитесь к тому, что вообще государственными органами запрещено дарить подарки учителям? Это правильно или нет? Нет. Почему? Я не знаю. Ну как, особо дорогие как бы не стоят, но то, что знак внимания стоит, наверное. Просто то, что было дарность, я не знаю. Мы сами виноваты, сами приучили. Сейчас такое время просто. Ручная работа просто это хлам. Ну они собирали от нас подарки, это приятно, они достают. Но это же мусор. Правильно? А сейчас для... просто они говорят то, что им нужно. И когда они этим пользуются, они вспоминают, ой, ты первый подарил. Как отметили специалисты департамента, по делам госслужбы на горячую линию им часто приходят жалобы родителей на активистов из школьного комитета, которые чуть ли не вымогают деньги на подарки учителям. Такие случаи, особенно в предстоящий праздник учителей, по словам антикоррупционеров, будут строго пресекаться. На сегодняшний день в нашей области работают 386 школ, и часть из них уже присоединилась к акции «Я не беру подарки». Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Казахстанцы теперь могут заменить водительское удостоверение даже по сотовому телефону. Замена документа с этого года возможна с помощью интернет-портала «Егов Киезет». Для этого необходимо иметь только электронно-цифровую подпись. Заменить водительское удостоверение можно через онлайн при оформлении заказа на получение электронных услуг на портале «Егов Киезет». Теперь можно оплатить их заранее, тогда как раньше требовалось оплатить чек непосредственно перед подачей заявки. Для того, чтобы активизировать эту функцию, достаточно поставить галочку в графе «Оплачено ранее», ввести банковский данный чек и даты оплаты. Затем нужно подтвердить запрос при помощи электронной цифровой подписи. Запрос на получение новых водительских прав будет обработан в течение часа. Согласно инструкции, после авторизации на портале «Егов Киезет» требуется заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фото и скан с изображением подписи. Далее необходимо распечатать сформированное электронное заявление, которое находится в разделе «История получения услуг личного кабинета». Стоимость госпошлины за замену водительского удостоверения – 1,25 МРП или 3,007 тенге. После этого остается только проехать в спецсон для получения готового водительского удостоверения. Таким образом, в Ак-Тубе уже получили водительские документы около 100 человек. Международный суд ООН потребовал приостановить действия части антииранских санкций США, пишет ТАСС. Международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами, огласил сегодня решение председатель суда Абдул-Кави Ахмед Юсуф. По его словам, США, в частности, должны обеспечить, чтобы введенные 8 мая санкции не затрагивали гуманитарную сферу и гражданскую авиацию Ирана. Кроме того, суд призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могут привести к усугублению разногласий. Решение принято судьями единогласно. О других событиях мира и нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. В Индонезии зафиксировано новое землетрясение магнитуды около 5, а вдобавок к нему извержение вулкана. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Тем временем, Организация Объединенных Наций выделила в помощь Индонезии 15 миллионов долларов, которые пойдут на ликвидацию последствий землетрясения и цунами, унесших на прошлой неделе более 1300 жизней. Еще полтора миллиона долларов индонезийцам направят власти Канады, сообщает телеканал «Россия-24». Первая партия гуманитарной помощи уже доставлена из Сингапура. Предложили помощи и Соединенные Штаты, но индонезийские власти от нее отказались. Как сообщалось, мощное землетрясение и цунами оставили в Индонезии без жилья более 60 тысяч человек. Разрушены дороги и мосты, повреждены линии электропередачи. Крупная забастовка, участие в которой примут десятки тысяч человек, началась в Финляндии в полночь. В среду, сообщает ТАСС. Акция направлена против новых мер правительства страны в области занятости. Законопроекта, предусматривающего упрощение процедуры увольнения сотрудников на малых предприятиях. Как ожидается, забастовка продлится сутки. Уточняется, что больше всего она будет заметна на промышленных объектах, заводах и фабриках, где многие сегодня не выйдут на работу. В частности, по оценкам Союза технологической промышленности, бастовать будут свыше 30 тысяч сотрудников, входящих в него предприятий. Во вторник правительство объявило о корректировке законопроекта и небольших послаблениях в нем. Однако это не изменило ситуацию, поскольку профсоюзы настаивают на отказе от документа. На внеочередном, в 25-м съезде Федерации профсоюзов Казахстана была зачитана речь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба главы государства. Президент страны выразил уверенность в том, что будут пересмотрены формы и методы деятельности, разработана новая стратегия дальнейшего развития движения профсоюзов Казахстана с учетом глобальной трансформации рынка труда, говорится в тексте поздравления. Также, по словам президента, Федерация профсоюзов, принимая на себя ответственность по модернизации трудовой сферы, совместно с работодателями должна стать движущей силой социальной адаптации казахстанцев к новым условиям четвертой промышленной революции. Отметим, что Федерация профсоюзов Казахстана состоит из 21 отраслевого профсоюза и 17 территориальных объединений. Не более 3 килограммов сахара в Однеруге продаются 2 октября в социальных павильонах Караганды, сообщает ekaraganda.kz. Сейчас в стабфонде региона хранится остаточный запас сахара в объеме 207 тонн. В скором времени его собираются пополнить еще двумя стами, завезенными из России и Беларуси. Поскольку объемы интервенции ограничены 139 тоннами, в Однеруге отпускается не больше 3 килограммов сахара. Указанного количества сладкого продукта хватит не меньше, чем на 2 месяца, говорится в сообщении. Власти полагают, что за указанное время ценовая ситуация на рынке должна выровняться. Во всех 20 действующих социальных павильонах со 2 октября устанавливается фиксированная цена на сахар 210 тенге за 1 килограмм. При этом дефицита сладкого песка в области не наблюдается. 14 сентября в пресс-службе Министерство нациоэкономики заверили, что в Казахстане имеются достаточные запасы сахара и сырья для его производства. Госслужащим оказался нетрезвый мужчина, который 2 октября дважды выстрелил в воздух после ссоры с рабочими Акимата Караганды. Мужчина возмущался, что рабочие спиливают два старых дерева. Наш сотрудник был в отпуске, потом находился на больничном. Мы можем его охарактеризовать только с положительной стороны, сообщили в областной инспекции. Уточняется, что задержанный возглавляет городской отдел территориальной областной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В сфере службы он сталкивается с проблемами в сфере выращивания зеленых нахождений. Тополя, за которые он заступился, растут в его дворе. Уголовное дело по статье «Хулиганство» находится в производстве Михайловского отдела полиции. Меры пресечения в отношении мужчины еще не избрана. В доказательной операции побывала наша съемочная группа. Нестерпимая боль в спине, ноге, а виноват позвоночник. С такой ситуацией сталкиваются многие пациенты нейрохирургического отделения областной больницы. Задача врача – освободить нервы, сдавленные словно клещами, и скрепить смещенные позвонки специальной конструкции. Современные технологии позволяют сделать это с минимальными осложнениями для человека. У нас завтра открывается международная научно-практическая конференция травматологов-ортопедов. Поэтому сегодня уже с утра проводится мастер-класс по секции патологии позвоночника. Поэтому сегодня уже проводится операция, высокотехнологическая операция на позвоночнике. Вот 50-летние пациентки делают операцию по исправлению деформации позвоночника. Мастер-класс для актюбинских врачей проводят нейрохирурги из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна и опытные нейрохирурги из Астаны. Во время операции врачи использовали так называемый транспедикулярный синтез. Через ножки позвонка проводятся винты, которые скрепляют металлическую конструкцию. Благодаря этому восстанавливается форма поврежденного позвонка, надежно фиксируется место. Патология в чем заключается? Это дегенеративное заболевание позвоночника, то есть это, просто говоря, остеохондроз, осложненный тем, что происходит смещение позвонков. Поэтому суть операции что? Это освободить спиной мозг и застабилизировать позвоночник. Вот в высокотехнологической операции так он называется транспедикулярный синтез. Если для больного эта операция щадящая, то от хирурга она требует особой квалификации. В местной областной больнице счет таким операциям идет на десятки. А вот в Новосибирском институте травматологии и ортопедии это уже ежедневная практика. Поэтому посмотреть работу российских коллег всегда интересно, поясняют местные медики. Это показательная, высокотехнологичная операция, поэтому в операционной людей больше, чем обычно. Операция, которая длилась три часа, проведена бесплатно, благодаря квоте, которую выделяет Минздрав. К тому же пациентки, врачи, как говорится, залежаться не дадут. Если и все идет по плану, после таких операций больного уже на следующий день начинают ставить на ноги. Лиза Ацакева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня школьников встречали в Актюбинском технико-технологическом колледже. Здесь с целью проведения профориентационной работы был организован день открытых дверей. Этот мастер-класс сегодня подготовили учащиеся вторых и третьих курсов технико-технологического колледжа специально для школьников. Молодежи скоро предстоит определяться с выбором своей профессии. И будущие повара, кондитеры и пекари решили рассказать им о своей. И не только рассказать, но и наглядно показать. Блюда и угощения любезно предлагались к дегустации, поэтому дефицита интереса к кулинарному искусству не наблюдалось. Мальчиков тем временем знакомили с не менее интересным делом – автоэлектрикой и автомеханикой. Мы пригласили сегодня учеников близлежащих школ второй и тридцать первой. Такие мероприятия у нас проходят регулярно, чтобы школьники смогли сами все увидеть и полюбить настоящие живые профессии, которые востребованы всегда. Здесь мы рассказываем об условиях обучения, проводим мастер-классы, даем нашим гостям почувствовать себя в роли профессионалов. В настоящее время в колледже обучается 754 человека на дневном и 114 на заочном отделении. На выбор предоставляется перечень из 14 специальностей для юношей и девушек. Обучение в колледже для большинства бесплатное, платников из общего числа лишь 10%. Подготовка всех остальных специалистов осуществляется на средства местного бюджета. И что не менее важно, в колледже применяется дуальная система обучения, в которой совмещена практическая и теоретическая составляющие профессионального образования. И каждый выпускник уже заранее находит будущее место своей работы. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». О спорте. Всемирный боксерский совет обязал американца Джермала Чарло, владеющего поясом временного чемпиона этой организации, провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Вести Киезет. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на бой с мексиканцем Саулем Канало Альваресом, который в сентябре отобрал пояс WBC у 3G. Таким образом, увеличиваются шансы, что Головкин с Альваресом проведут третий бой, в котором казахстанец сможет вернуть себе свои пояса. Отметим, что Чарло является для Альвареса обязательным претендентом по линии WBC. Но теперь организация решила, что сначала ему необходимо встретиться с Головкиным. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание. И напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте река-тв.киезет. А я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин